МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Центральная городская больница перешла на оказание только неотложной помощи. Азовчане до сих пор не ознакомлены с особенностями мусорной реформы. Четверть века на страже экономических интересов государства. В преддверии праздника российской таможни, который отмечается 25 октября, наши корреспонденты побывали на азовском таможенном посту. Как уже сообщалось ранее, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе близка к критической. Дефицит врачей привел к тому, что поликлинические отделения центральной городской больницы перешли на оказание только неотложной помощи. Об этом в своем видеообращении сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача ЦГБ Сергей Перекатьев. Уважаемые граждане города Азова, доношу вам информацию, что с сегодняшнего числа поликлинические отделения мусор ЦГБ города Азова оказывают только неотложную помощь. Плановые записи к специалистам закрыты. Рецепты можно получить на лекарственные препараты через звонок в регистратуру и, соответственно, вам далее расскажут, когда и в какое время забрать рецепты. Одним из очевидных последствий так называемой мусорной реформы в Азове стали свалки рядом с контейнерными площадками в разных районах города. Об одной из самых крупных, рядом с домом номер 89 на улице Зои Космодемьянской, в редакцию Пятого канала неоднократно сообщали жители ближайших домов. Сваленные в огромную кучу сухие ветки деревьев и мешки с отпавшими листьями не только портят вид уютного двора, дома номер 89 на улице Зои Космодемьянской. Но и в любой момент могут стать очагом возгорания. Это безобразие, я считаю, уже в течение, наверное, трех недель, даже месяца. Верите, нет, все сбрасывают, сбрасывают, а никто ничего не увозит. Ну, какие-то были обращения? Да, наша старшая, главная, старшая, да, по дому Надежда, она обращалась, она везде звонила. Балкон квартиры Михаила Сирьянова выходит как раз на эту безобразную свалку, которая, по утверждению Азовчанина, не вывозится с июля. Возможной причиной являются изменения в работе регионального оператора. 16 сентября представитель компании «Экоград-Н» на планерке ЖКХ проинформировал руководителей служб жизнеобеспечения о существенных изменениях в системе обращения с ТКО, утвержденных областным правительством. Отходы, образующие в процессе содержания зеленых насаждений, ветки, листва, древесные остатки – это то самое, что мы видим каждый день при уборке или опиловке, те же управляющие компании или ТСЖ у себя производят и когда несут на контейнерную площадку. Так вот, это не соответствует определению ТКО, установленному федеральным законом номер 89 ФСЗ по основному признаку, так как являются отходами, образованными в нежилых помещениях. На правильном разъяснении Минприроды Российской Федерации указывается на необходимость организовывать вывоз такого мусора с помощью регулярного оператора в поддельной нерегулируемой цене и не в счет тарифа на его услуги, утвержденного в регионе. Также глава администрации Владимир Ощупкин дал соответствующее поручение всем руководителям, отвечающим за реализацию нового закона. Нормативные акты уже приняты, новая процедура введена и вот этот переходный период на специальности региона тоже нельзя, потому что если формально, все начнут к этому вопросу подходить, а самое главное рекоператор принципиально начнет требовать исполнения, и вы где-то вот замешиваетесь, не успеете в этот процесс отключиться, то возможно просто, что будут какие-то сборы. Мы с вами периодически видим, что это происходит, и наша задача с вами – работать на переживание. С момента данного поручения главы администрации прошел месяц, но, к сожалению, многие азовчане до сих пор не знают о том, что листву и древесные остатки рекоператор будет вывозить только за отдельную плату. Да, пожалуйста, будем оплачивать, но дело, оно же не двигается с места, никто не убирает, никто ничего не говорит. Откуда лично вы обращались? Так как, ну, в 0,5-ю службу обращались. Конечно, а сейчас листва падет, и там будет гнить и преть, и неизвестно, что там навалено, разве можно это так? Надо же убирать, все-таки экология должна быть чистой в нашей городе. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. 25 октября в России в 25-й раз будет отмечаться День таможенника – праздник людей, которые стоят на страже экономических интересов государства. Накануне наша съемочная группа встретилась с начальником Азовского таможенного поста Александром Понасовским. В последние годы в таможенной службе России активно реализуется программа модернизации специализированных информационных систем, внедряются новые технологии контроля и оформления документации. В ходе реформирования создаются центры электронного декларирования и посты фактического таможенного контроля. Азовский таможенный пост – структурное подразделение Ростовской таможни. О конкретных задачах, которые стоят перед коллективом, рассказал начальник поста Александр Понасовский. Принятие в регион деятельности поста транспортных средств, которые направлены, проверка целостности пломб грузовых помещений и при необходимости проведения операций по таможенному досмотру или таможенному осмотру этих товаров. То есть завершение таможенного транзита, а также отправление товаров по таможенному транзиту от нас. Также мы занимаемся оформлением товаров, возимых физическими лицами, в том числе в международных почтовых отправлениях, также пересылаемым багажом или товаров, доставляемых перевозчиком. Цель досмотра на посту фактического таможенного контроля – определение веса, специфических характеристик товара, которые необходимы для правильного взимания платежей. Таможенный досмотр проводится по решению уполномоченных должностных лиц Центра электронного декларирования, исходя из системы управления рисками. То есть на основе критериев определенных для поставки вырабатывается ее статус и при необходимости она досматривается, а на постах фактического контроля уже проводятся непосредственно таможенные операции по описанию того, что прибыло, и об основных характеристиках. Также таможенники следят за соблюдением прав владельцев интеллектуальной собственности. То есть в ходе досмотра требуется обнаружить товарные знаки, запрещенные к ВОЗу без разрешения правообладателя. Еще одна цель досмотра – выявление контрафактных некачественных товаров. Весь перечень, реестр товарных знаков у нас доведен с соответствующими правовыми актами, и мы их фиксируем, сверяем. Если они попадают в этот перечень, то производятся следующие мероприятия. Сам Александр Понасовский трудится в этой системе уже более 20 лет. За плечами служба в специальном отделе быстрого реагирования Южного таможенного управления. Два высших образования, работа на разных должностях в данном ведомстве. По словам начальника Азовского поста, таможенники отлично осознают значение своей деятельности для государства и делают все, чтобы пресечь контрабанду и другие незаконные схемы ввоза товаров и не позволить нарушителям уйти от уплаты таможенных платежей. Поздравляю коллектив Ростовской таможни с профессиональным праздником, с Днем таможенника. От всей души желаю здоровья. В настоящее время это особенно актуально. Успехов в службе, мира дома, благополучия в семьях. С Днем таможенника, дорогие коллеги! Алексей Покатило, Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. В выпусках программы Азов.Инфо неоднократно выходили сюжеты о творческих вечерах Германа Токарева. Недавно наш коллега представил читателям свою новую книгу «Коллекционер воспоминаний». К сожалению, в условиях пандемии провести презентацию психологической драмы не представляется возможным. Но вот со съемочной группой автор с удовольствием встретился. Хранить память о ком-то – это благородно. Возвращаться в хорошее воспоминание – глупое, но приятное занятие. Возвращаться в воспоминания, связанные с болью и страданием, верх садизма над собственной душой. Это случайно выбранный отрывок из новой книги Германа Токарева «Коллекционер воспоминаний». О ней мы сегодня и поговорим непосредственно с автором. Конечно же, в уютном кафе за чашкой кофе приятнее всего послушать неторопливый и увлеченный рассказ автора о своем произведении. Далее, как говорится, осторожно спойлеры. И вот в этот момент ты понимаешь, что вроде бы отрицательных героев в книге не было, но сам коллекционер, он воплощение всех отрицательных персонажей, которые могли бы быть в этой книге. То есть он вобрал в себя все самое негативное, которое только может быть, и ты начинаешь ему и сопереживать в этот момент, и ненавидеть дико. Сюжет книги представлен восемью новеллами, семь из которых описывают события, произошедшие с разными людьми в разных странах, городах и разное время. Восьмая проходит красные линии через все произведения и соединяет сюжеты воедино. Связана она с необычным человеком, имеющим странное увлечение. Отсюда и название «Коллекционер воспоминаний». Мне рассказали историю, которая называется, ну вот в этой книге она называется «Договор номер один». Эта история произошла в номере отеля, и меня эта история настолько зацепила, что я поначалу даже не думал о том, чтобы писать книгу, а я поначалу поставил перед собой цель собирать отельные истории. Нелепые, жуткие, страшные, постыдные, но истории, которые произошли непосредственно в отелях. И я эти истории собирал, 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 а потом вдруг в какой-то момент, когда я кому-то рассказал договор номер один, этот человек мне сказал, слушай, у тебя столько историй уже накопилось, почему бы тебе просто книгу не издать? Так началась работа над новым произведением. В рабочем варианте книга носила название «Отель». Завершив основную сюжетную линию, Герман сочел ее слишком мистической относительно остальных историй и, вспомнив свое давнее хобби, написал новую. Книга сменила название, а прообразом главного персонажа стал сам автор. И вот здесь вот как бы впервые я решил вынести на свет свою темную сторону своего прошлого, потому что, собственно говоря, коллекционер воспоминаний, там имени нет у него, но коллекционер воспоминаний это я. Потому что у меня была раньше такая не очень хорошая особенность, я любил коллекционировать людей. Я коллекционировал память о них. То есть у мне была такая, ну не очень красящая меня черта, что я любил привязывать человека к себе, то есть делать все возможно, чтобы человеку со мной было комфортно и интересно, а потом расставался с этим человеком, оставляя после него какую-то вещь или что-то, что мне будет напоминать о нем. И, собственно говоря, все вот эти вот вещи, всю вот эту коллекцию, для каждого экспоната была вот такая вот коробочка. То есть, собственно говоря, каждый экспонат коллекции хранился вот в такой вот коробке. Поэтому вот эта коробка, она и символ книги, и фигурирует постоянно, и на каждых иллюстрациях эта коробка присутствует. Работа над книгой заняла 7 лет. Герман не торопясь писала с 2006 по 2013 год. Потом еще такой же срок она пылилась в ящике стола и занимала память на жестком диске ноутбука. А толчком к ее изданию послужила встреча с друзьями. Мы сидели летним вечером, и я им что-то завел разговор про вот эту книгу, рассказал, что вот есть у меня такая рукопись, какую-то историю даже что-то рассказал. И они говорят, слушай, а почему бы тебе не издать эту книгу? Я такой, что-то как-то я даже и отошел уже от всего этого. Я сейчас полностью ударился в тележурналистику и не хочу этим заниматься. Они говорят, ну а почему бы нет? Ну вот просто возьми и издай ее. Я говорю, это вам так кажется просто. Возьми и издай книгу. Это работа, которая занимает очень много времени. Но идея издания книги как зерно была посеяна и постепенно выросла в ту самую работу. Герман Токарев из тех людей, кто придерживается принципа «хочешь сделать хорошо – делай сам». Именно так он и поступил. Дизайн обложки, верстка – все это, если можно выразиться собственного производства. Но с работой такого объема сложно справиться в одиночку. У книги есть корректор, автор иллюстраций, ну и разумеется, издатель в лице типографии. Это сам издат, да. Я всегда думаю о людях, которые будут ее впоследствии покупать. Если бы я эту книгу бы издавал бы в Азове, она бы выходила бы у меня в пределах тысячи рублей. В Ростове я нашел место, мне предложили хорошую сумму для издания. И она меня устроила, и эта книга в два раза подешевела. На момент выхода этого сюжета несколько десятков печатных экземпляров произведения уже обрели своих читателей. В свободной продаже книги нет, и приобрести ее на данный момент можно только у автора, написав ему в Инстаграм. Герман Токарев – человек творческий и многогранный, а потому и о дальнейших планах высказался довольно объемно. Есть еще одна книга об исследовании паранормальных явлений, готовая к изданию, которая, к сожалению, потребует больших затрат. А сейчас автор вплотную работает над рок-альбомом, сингл из которого уже доступен к прослушиванию. Александр Кучиц, Алексей Покатило, Азов.Инфо И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – управляющая компания «Радуга». Заботимся о ваших домах, помогаем с благоустройством, создаем комфорт и уют. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего доброго, до новых встреч. Управляющая компания «Радуга». Управление многоквартирными домами в соответствии со всеми правовыми и техническими нормами. Экономически обоснованные тарифы, согласованные с собственниками домов. Эффективное управление общедомовым имуществом. Внимательный подход к решению текущих задач. Защита интересов собственников в отношении с поставщиком коммунальных услуг. Заботимся о ваших домах и придомовой территории. Помогаем с благоустройством и капитальным ремонтом. Создаем комфорт и уют. Наш адрес – улица Комсомольская, 4, офис 1А. В четверг, 22 октября пасмурно. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Ночью от плюс 10 до плюс 11. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 57%. Уровень воды в реке Дон на 22 сантиметра выше нормы. Температура воды плюс 14 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.